Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Задержан до выяснения обстоятельств. Мошенники изобретают новые способы обмана и вымогательства. В Субсехском сельском округе прошел День здоровья. 30 ноября в России праздновали День матери. В Анапе мам поздравляли в администрации. Праздничные концерты прошли на нескольких площадках. Спортивная Анапа приняла чемпионат России по боксу среди женщин. Сейчас обо всем подробнее. Задержан до выяснения обстоятельств. Мошенники изобретают новые способы обмана и вымогательства. Рассылают СМС, сообщают о блокировке банковских карт и требуют деньги за помощь родственникам. О том, как не стать жертвой злоумышленников, расскажем прямо сейчас. Полицейские раскрыли серию краш из торговых точек. За две недели стражи порядка зафиксировали 4 факта хищения имущества. Разбойная группа в составе 4-х человек задержана и находится в изоляторе временного содержания. Работали мы в ночную смену. По дежурной части получили информацию о совершенном преступлении в Юровке. Выдвинулись для отработки данного района. Отработав поселок Виноградный, заехали в поселок Утаж. В поселке Утаж на одной из улиц наше внимание привлек автомобиль. Ваза 06. Для проверки мы его остановили. Сразу в лицо бросилось то, что под задним стеклом автомобиля находилась безбольная бита. Это дало у нас повод на более тщательный досмотр данного транспортного средства. В ходе досмотра выявили предмет, похожий на пистолет системы Макарова. После этого было объявлено водителю, что они задержаны. В последнее время распространенными стали не только грабежи, но и мошенничество, связанное с банковскими картами, телефонами, предварительной покупкой недвижимости, товара или услуг через сайт Авито. У мошенников достаточно разнообразный выбор схемы обмана граждан. Наиболее распространенным является сообщение или звонок о несчастье с близким человеком. В подобных ситуациях надо сохранять спокойствие и сразу же перезвонить своему родственнику или знакомому, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Интернет-магазины тоже захватили мошенники. Вы захотели купить товар, продавец просит отправить деньги на его банковскую карту. В ответ он сообщает специальный номер для отслеживания передвижения посылки. В итоге этот номер оказывается левым, посылки нет и денег тоже. Если вы перевели залог, а продавец не отвечает и с вами обрывает связь, незамедлительно обращайтесь в полицию. Чем активнее будут пострадавшие, тем быстрее будут наказаны мошенники. Постоянный контроль давления, уровня сахара и холестерина в крови – залог, если не идеального здоровья, то выявление заболевания на ранней стадии. В Субсехском сельском округе прошел очередной в цикле «День здоровья». Жители округа получили бесплатные консультации врачей самых востребованных специальностей. Подробности расскажет Наталья из Мозгова. Администрация Субсехского сельского округа на один день превратилась в центр здоровья. Медицинский патруль прибыл с арсеналом современных приборов и методик. Жители получили карту здоровья и начали с самого простого – измерение артериального давления, роста, веса. Освоившись, перешли к более сложным анализам и скрининг-исследованиям. За пару минут узнали содержание глюкозы и холестерина в крови, проверили насыщенность крови кислородом, состояние пульса. Окситест-1. Здесь определяется курсоксиметрия и насыщение крови кислородом или сатурация. Таким образом, врачи определяют, насколько хорошо органы питаются кровью кислородом. В новинку – смокелайзер. Заядлые курильщики могут определить состояние своих легких. По табличке можно будет определить, насколько сильно загрязнены легкие. Здесь ноу-смокинг не курит по вот этим показателям. Здесь легкие курильщики. Здесь уже достаточно высокая зона риска. Это тогда, когда уже у пациента есть высокий риск заболеть раком легких, инсультом, инфарктом. Принимали пациентов терапевты, неврологи, медицинский психолог. Иван Мозговой наведался к педиатру. Чтобы иметь свежий взгляд на новости, наша съемочная группа сегодня посетила кабинет офтальмолога. На кардиовизоре полная картина сердца за 30 секунд. Затем можно сделать ЭКГ. Здесь же показания прибора расшифрует функционалист. И сразу на прием к кардиологу. Все оперативно. Проходит очень организованно. В общем-то и запись, и регистрация. И специалисты всюду. Сейчас с утра каждый торопится обойти это все. Сейчас вот был у Лора. Там очень квалифицированный специалист. Спасибо. Я была сейчас у доктора УЗИ щитовидной железы. Это само обаяние. Умница. Все рассказала. Все до капельки посоветовала. И пообщалась. Сама улыбка. Вообще в восторге. УЗИ щитовидной железы делать дорого. День здоровья – это услуга абсолютно бесплатна. Рядом принимает эндокринолог. Медицинский персонал приветливый и улыбчивый. Медицина идет к людям. Соответственно мы устраиваем этот праздник для людей. Чтобы люди могли прийти, провериться, узнать о своих проблемах, здоровье. Ну и соответственно сдать какие-то анализы, принять меры. Явка людей очень высокая. В холле показывали фильмы на медицинские темы. В том числе о вреде курения и алкоголизма. Золотые правила долголетия, профилактика рака, воспитание детей в красочных информационных буклетах. Выбор врачей был определен потребностью местного населения. Все специалисты, как вы видите, они востребованы. Люди довольны. Не надо ехать в город. Не надо записываться и ждать. Большая выявляемость у нас идет таких распространенных заболеваний, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, различные образования щитовидной железы, увеличение щитовидной железы. День здоровья посетили более 400 жителей Субсеха. На выходе всех, кто позаботился о своем здоровье, ожидала ярмарка «Привоз». Золотые мадарины хорошо вписали здоровый дух дня. И даже толстолобик за здоровый образ жизни. Целуйте руки матерей. С этой поэтичной формы начался праздничный вечер для многоцветных мам, проживающих в микрорайоне Северный. Подготовили мероприятие председателя территориальных органов самоуправления. Провести приятный вечер, пообщаться за чашечкой чая, послушать душевное пение под баян собрались 20 мам. У многих из них уже по 5 внуков и 6 правнуков. Такой теплый, почти семейный формат празднования Дня Матери был выбран впервые. А говорили в этот вечер о самом дорогом. Я считаю, что самое святое на земле слово – это мама. Первое слово ребенок произносит слово «мама». И самые нежные, сотканные руки – это, конечно, у мамы. И мама до последних дней своей жизни она в сердце несет и желает своим детям только добро и здоровье. Женщинам, вырастившим не одно поколение детей, было о чем поговорить в этот праздничный вечер. Обсудить свои цели и идеи, поделиться новостями. А молодым – увидеть пример счастливой многодетной мамы, бабушки и прабабушки. Услышать, как живут большие крепкие семьи. Самое важное, по-моему, это не успех женщины, не красота, не обаяние, а материнство. И, пожалуй, вот об этом нужно говорить. Молодые семьи, к сожалению, не многодетные. А вообще-то нужно решать этот вопрос, чтобы было не по одному ребенку, а по два, по три. В самой атмосфере вечера – уважение, почет и любовь к матерям. Эти женщины все так же светлы, словно нет житейских сложностей. А свои звания мам, бабушек и прабабушек они несут гордо. Я мать троих детей. У меня шестеро внуков, три внука и три внучки. У меня пять прабабуков. Я отработала с детьми около сорока лет. Я справляюсь очень просто. Главное – их детей любить, не кричать на них. И они будут всегда у вас послушны. Каждую маму в этот вечер ждали с поздравлениями дома. Дети готовили сюрприз. А до этого женщин поздравляли взрослые. Такие же мамы и бабушки, знающие, что значит вырастить детей. 1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом. Не праздник, а особый день в году, когда на общую проблему обращают особое внимание. В Анапе постоянно проводят профилактическую работу среди населения. И результаты заметны. Начиная с 1987 года в России от СПИДа умерли более 160 тысяч человек. Около 4,5 тысяч в Краснодарском крае. Каждый год на Кубани регистрируется тысяча новых случаев инфицирования опасным вирусом. В Анапе 1 декабря всегда проходит ряд мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Активисты и студенты города распространяют информационные листовки, проводят социологические опросы и тематические беседы в клубах, спортивные состязания, направленные на повышение приоритета здорового образа жизни в подростково-молодежной среде. Красная лента памяти – так называется молодежная акция, которую также проводят в городе-курорте. Красная ленточка – международный символ борьбы с болезнью. Ее в этот день прикрепляют на одежду. Лента – символ осознания людьми важности проблемы ВИЧ-инфекции, символ солидарности с теми, кого эпидемия затронула лично. В Анапе завершился чемпионат России по боксу среди женщин. 111 спортсменок из 42 субъектов Российской Федерации участвовали в соревнованиях. Алина Гумерова продолжит тему. Бокс – не женское это дело. Обычно с такой реакцией сталкиваются те, кто подумывает о тренировке в боксерских перчатках. Но об этих девушках на ринге так и не скажешь. В течение шести дней в спортивно-учебном оздоровительном центре Валийград в село Витязева проходил женский чемпионат России по боксу. Лучшие спортсменки страны боролись за звание сильнейших в 10 весовых категориях. К узбасской спортсменке Лилия Ейбаева 21 год. Она уже мастер спорта России. Тренируется под руководством тренера-преподавателя Сергея Шетца. Прокопчанка завоевала золотую медаль на чемпионате России по боксу среди женщин весовой категории до 54 килограмм. Позвание чемпионки России завоевала Лилия Ейбаева в Киевской области. Спортсменка из Бурятии Наталья Шадрина чемпионка России по боксу весовой категории до 60 килограмм. Наталья провела четыре боя. В каждом поединке было четыре раунда по две минуты. Во всех встречах девушка выглядела увереннее своих соперниц. В финале ей встретилась Айзанат Гаджиева из Москвы. В последнем бою Шадрина удалось провести нокдаун. Именно этот удар смог принести и долгожданно золото чемпионата России. В боксе надо думать, уметь защищаться, правильно передвигаться и в последнюю очередь наносить удары. Бокс – это сочетание самообороны, фитнеса, кардионагрузки. В процессе тренировок удается выплеснуть всю накопившуюся негативную энергию и отвлечься от повседневных проблем. 2015 год предолимпийский в календаре российских спортсменов. Именно по его итогам решится, кто попадет в список сборной команды страны, которая поедет на Олимпиаду 2016 в Рио-де-Жанейро. Удачное выступление победителей на этих соревнованиях может подарить им шанс на олимпийскую путевку. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Во вторник, 2 декабря в Анапе облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем от минус 1 до плюс 2 градусов, ночью минус 1, минус 3. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин